Всем привет! Продолжаем занятие с файловым сервером. Сегодня у нас две с вами задачи. Разобраться, почему у нас рейд переименовывается из понятного MD0 в непонятное MD127 и как вообще решать проблемы со сбоями программных рейдов, если у нас жесткий диск уходит в строя, дохнет или на нем случаются какие-то проблемы. Как нам при этом пересобрать рейд с минимальными потенками. Напоминаю вам, с прошлого раза у нас с вами осталось три диска. На SATA порте на любом у нас наш диск, установленный в Ubuntu, и из дисков 1 и 2 мы с вами собрали рейд. Итак, вопрос номер один. Он давно меня беспокоил. Может быть вы на прошлом занятии тоже его заметили. Давайте я сразу перейду в режим суперпользователя, чтобы уже не спотыкаться. Значит, мы с вами на прошлом занятии создавали файл в папке tcmd.adm.md.adm.conf, в котором говорили то, что нам нужно создать с вами рейд. Видите, рейд массив дев мд 0 написано. То есть мы просим систему автоматически собирать рейд мд 0. Если же мы сейчас с вами наберем команду fdisk-l, мы увидим с вами то, что у меня появляется какой-то диск md 127, вот он внизу у меня, и на нем, соответственно, устройство md 127 partition 1. То есть вместо 0 1. То же самое, если мы выполним команду blkid. Мы видим то, что у нас есть устройство со своими айдишниками, но почему-то 0 превращается в 127. Много я гуглил в свое время на эту тему. Сейчас уже можно побыстрее найти решение. Но дело в том, что у нас при инициализации рейда, по идее, происходит считывание файла вот этого нашего md.adm.conf, и по нему собирается рейд. Но у новой версии md.adm, там произошли некие изменения вообще в этой утилитке, и система при инициализации, в общем-то, не может ничего найти, ничего считать, и создает так называемый случайный рейд. Всегда этот случайный рейд имеет цифру 127. То есть следующий там будет 126, он в обратную сторону начинается и так далее. То есть у нас создается все рандомно. В принципе, современный md.adm с этим проблем не имеют. В прошлой версии сервера спотыкались на этом месте, отказывались собирать рейды, ругались, говорили то, что ничего нету, ничего не найдено. Сейчас он собирает, видите, этот 127, и в принципе даже монтирует туда, куда мы хотели. У нас с вами, напомню, есть корневая папка dat. А, я ее пытаюсь, да, почему-то посмотреть катом. Можем посмотреть ту папку, вот то, что мы создавали с вами на прошлом занятии, можем даже посмотреть в ней какой-нибудь текстовый файл, аптаймы в ней создавали тогда. В общем-то, все работает, несмотря на то, что мы просим собирать md0, собирается md127. Но если мы сейчас начнем вводиться с рейдом, выполнять разные команды, мы будем постоянно спотыкаться, потому что он иногда будет обращаться к файлу конфигурации и просить, чтобы мы писали md0, иногда будет просить работать с конкретным рейдом, и поэтому нам нужно будет писать md127. Лечится это все очень просто. Есть команда update-defis init-ram-fs, то есть обновить файловую систему в init-ram. init-ram, это, я напомню, создается при старте Linux у нас в оперативке виртуальная файловая система, и с этой виртуальной файловой системой происходит дальнейшая загрузка. То есть у нас есть отдельный init-ram-диск, давайте я вам, наверное, даже сейчас ссылку повешу на видео, в котором мы об этом говорили, и этот init-ram-диск просто нужно нам обновить. Minus u – это значит обновить текущий RAM-диск. Произошло обновление спустя некоторое время. Теперь, если мы перезагрузим наш компьютер, не стал я ваше время отвлекать показывать процесс загрузки, понятно, что он загружается. И теперь, если мы с вами возьмем и скажем, например, ну давайте выполним BL-kit тот же самый, видим то, что у меня теперь все по-человечески, md0 и md0-p1. То есть одна элементарная команда обновляет этот RAM-диск, она пересобирает этот образ просто, и у нас все начинает прекрасно работать. Теперь попробуем сломать наш RAID. Я выключил виртуальную машину, и теперь просто возьму и из носителей уберу вот этот диск 2. Все. Фактически такая ситуация у нас встречается, конечно, редко, но бывает то, что диск все-таки фактически выходит из строя. По практике, конечно, чаще всего он начинает сбоить, просто мешает работать RAID, но остается живым, и тогда нам нужно будет вычислять, какой диск с бойной, удалять его, изменять и так далее. Это будет у нас следующее занятие. А сейчас мы фактически определили то, что у нас есть какой-то жесткий диск, не знаю, он стучит, трещит, мы трогаем его, горячий он, и мы знаем то, что он сдох. При перезагрузке системы, когда мы выдернем из нее RAID, появляется такое сообщение. Очень часто Ubuntu закрывают это сообщение квадратиками. Тут ничего такого особенного не написано. Тут написано то, что то устройство, которое было смонтировано в корневую папку data, отсутствует, не может быть смонтировано. И он предлагает нам буквально два действия. S это skip, то есть пропустить и продолжить работать дальше, не собирая этот диск. M большая, это перейти в режим manual recovery. Давайте просто для разнообразия перейдем в режим manual recovery. И мы с вами, по сути, просто оказываемся в maintenance shell, так называемой, в оболочке обслуживания системы. По сути, запускается у нас просто сейчас run level первый. Об этом мы тоже с вами раньше говорили. И в этом режиме у нас просто не работают никакие программы, ни один сервис, никто используется, не может залогиниться. То есть это такой однопользовательский режим, он равносилен запуску в безопасном режиме в винды. То есть только один пользователь может работать, сейчас ничего не стартует, и мы можем здесь что-то исправлять. Я же просто нажал reboot, потом нажал S, чтобы пропустить монтирование неработающего устройства. И сейчас я в своей системе. Через команду cut, которая нам покажет файл mdstat, мы увидим то, что у меня md0 inactive не работает. И у меня есть только один диск sdb1. Для того, чтобы теперь продолжить работу с рейдом и как-то его завести, сейчас у нас ничего не работает, соответственно, у меня не работает рейд. И поэтому, если я с вами полезу в папку data, я ничего не увижу, потому что туда ничего не смонтировано. Так вот, для начала нам нужно остановить рейд массив. Так, хоть он и не активный, все равно он сейчас занят. Пишем md0. Да, конечно, суперпользователь нужен. Господи, когда я уже научусь это делать постоянно сам? Итак, mdadm. Очень удобная фишка, конечно, это у линукса, но нам на практике постоянно с ним спотыкаться неудобно. Так вот, мы остановили mdadm, и теперь мы можем попробовать его собрать. Чтобы его снова собрать, мы пишем mdadm. mdadm, assemble, scan. И вот он пишет то, что мы, он как бы увидел то, что мы среагировали, мы остановили рейд массив и попробовали его заново собрать. И он теперь стартанул. И стартанул, вы видите, с одним устройством из двух. Если мы сейчас перейдем в папку data, у нас ничего не произошло, нам нужно как бы или перезагрузиться, или вручную сейчас просто смонтировать. Давайте, наверное, ну, примонтируем один раз вручную, чтобы 10 раз не перезагружать. Mount. Смонтировать что? Устройство. md0p1. Куда? Папку data. Теперь, если мы полезем в дату, мы видим, все данные на месте, все в порядке. То есть зеркало сработало. Хоть мы и выдавали один диск системы, зеркало работает, данные на нем. Теперь наша задача, как бы, вернуть стабильность системы. Мы сейчас возьмем с вами пустой диск, подключим его. И заведем снова систему. Этот новый пустой диск укажем вторым членом рейда. Я беру свой Ubuntu сервер и добавляю ему новый пустой диск. Я уже его заранее подготовил. Это пустой жесткий диск, точно такой, якобы на 10 гигов. Никак не инициализированный. Нажимаю ОК и стартую. Так как система уже знает, что мы на нее среагировали, у нас теперь нет никаких запросов про собранный рейд. У нас точно так же в папке data уже есть смонтированный рейд наш. Вот он. И если мы с вами посмотрим ProcMDStat, мы с вами увидим то, что рейд активный, один только диск. И о том, что у нас все не работает, показывает, во-первых, вот это 2.1, а во-вторых, вот это нижнее подчеркивание. То есть, если у нас обычный рейд из двух дисков, здесь будет стоять UU. Сейчас у нас как бы все плохо. Плюс мы можем посмотреть детальную информацию по рейду. Теперь у нас MDADM работает, у нас все в порядке. Рейд стартанул, и эта команда сработает. Можем написать devmd0. Здесь получим детальную информацию о рейде. А именно, мы увидим с вами то, что у нас всего одно устройство, а должно быть два. И вот у нас одно активное, одно работающее. И состояние рейда degraded. Вот у нас написано. То есть у нас рейд не работает, все плохо. У нас был диск, но этот диск удален, removed. Вот у нас здесь об этом сказано. Нам сейчас нужно подготовить второй диск. В предыдущем видео Александр Максимов у нас есть такой товарищ, который очень грамотно комментирует мои уроки. Он сказал, что можно действительно заменить просто MBR и скопировать. Или, допустим, таблицу ГПТ с одного диска на другой. И мы действительно экономим на это время. Это он заметил дельно. Мы, как это сделать, я вам показал тоже в комментарии к предыдущему видео. Я сейчас, чтобы вас совсем этим не загружать. Просто давайте еще раз посмотрим, какие у нас есть диски. Мы видим то, что у меня, хоть я и выдернул старый диск и воткнул новый, но тем не менее у меня снова появился диск dev.sdc. Именно поэтому неправильно подключать файловые системы, монтировать их через указания по буквам sdb, sdc и так далее. То есть мы выдернули старый диск, подключили новый, но он все равно Linux его видит как dev.sdc. То есть это совершенно другой пустой диск, а имя у него он тоже самое. Именно поэтому указываются ID-шники вообще, когда мы работаем с дисками, а не буквами. Так вот, у меня появился этот новый диск dev.sdc. Можно, конечно, MBR на него скопировать. Можно на него скопировать ГПТ, если бы у нас предыдущий диск был разбит по гайду. Мы сейчас просто давайте то же самое сделаем, как делали до этого. А вообще, те, кто понимают, что делать, могут, конечно, копировать MBR и ГПТ. Это быстрее, чем я вот это все нажимаю. Enter, Enter. Какие у меня там у After Raid. FD. Я эти действия не комментирую, потому что я все это делал в предыдущем видео. Так, я подготовил диск для Raid. И теперь мне просто нужно этот диск указать как второй диск для моего Raid-массива. Говорю MDDM в устройство MD0. Возьми и добавь устройство SDC1. Передобавил SDC1. И теперь, если мы с вами просмотрим ProzMDStat, мы увидим с вами то, что у меня Raid работает, активный, и у нас состояние его UU. Машину я уже остановил, забыл вам сказать, что у меня на диске всего было копейки информации, поэтому он синхронизировался практически моментально. Если бы у вас это был здоровый диск, мы бы снова запустили Cut ProzMDStat, и мы бы увидели то, что прошел процесс синхронизации между новым добавленным диском и старым диском. На сегодня закончим. Спасибо, что смотрели. Если у кого возникают свежие идеи или альтернативные варианты того, что я показываю, смело пишите в комментарии, я буду все поправлять, добавлять, может быть, показывать новое. Спасибо вам.